Я представляю, что в первую очередь невролога. И связано это с тем, что среди осложнений сахарного диабета, где осложнение сахарного диабета, первое, лидирующее, наверное, место, все-таки занимает неврологические его осложнения. Но если мы говорим о неврологических осложнениях, то основным, наиболее клинически значимым осложнением является дистальная диабетическая боли нейропатия. Действительно, эта форма имеет большее химическое значение, потому что встречается достаточно часто. Разные авторы дают разные цифры, но тем не менее, мы хорошо знаем, что тем более чувствительными методами мы будем диагностикой пользоваться, тем больше процент выявляемости признаков диабетической боли нейропатии мы получим. Кроме того, именно эта форма диабетической боли нейропатии в первую очередь и в большей серии, наверное, чем остальные формы, все-таки способствует ухудшению качества жизни пациента, потому что ограничивает их активность не только трудовую, но и потом уже и бытовую, и социальную. Повышает процент госпитализации и инвалидизации, в первую очередь за счет формирования еще одного осложнения, которым является синдром диабетической стопы. Также увеличивает смертность за счет развития автономной нейропатии и развития безболевых инфарктов. Итак, что же есть в основе формирования диабетической боли нейропатии? Хорошо известный нам каскад метаболических нарушений. Запускается этот каскад хронической гиперглигемии в условиях гипоцитета инсулина относительного или абсолютно в зависимости от типа сахарного диабета. Кроме того, хроническая гиперглигемия, она непосредственно может оказывать токсическое действие на периферические нервы, так и так и провоцировать развитие целого каскада метаболических нарушений, которые также влияют негативно на состояние периферических нервов. Параллельно ухудшается состояние эндотерального кровотока, что является еще одним дополнительным фактором, который приводит к нарушению структуры и функции нервов и развивается эпидическая картина диабетической боли нейропатии. Основными формами диабетической боли нейропатии бывают болевая и безболевая. Несмотря, нужно сказать, что и та, и другая форма одинаково драматичны для пациента, каждая по-своему, но сегодня в свой доклад дальнейшем мне хотелось бы посвятить болевой форме диабетической боли нейропатии. Встречается она, конечно, у четверти пациентов. И вот что там нам будет интересно, что, смотрите, до трети пациентов с болевой формой диабетической боли нейропатии не получают никакого лечения. 50% пациентов получают неадекватную терапию. И только 2% населения, 2% пациентов с болевой формой диабетической боли нейропатии, лечится в специализированных центрах и получает ту терапию, которая необходима данным пациентам с определенным эффектом. Синтоматика диабетической боли в воде – это сочетание, в первую очередь, негативной и позитивной синтоматики. Итак, позитивная синтоматика, они уже говорили сегодня, проявляется спонтанными болями, локтении, гиперопезии, гизостезии, парастезии. Параллельно с этим у пациентов развивается негативная сенсорная синтоматика в виде снижения различных видов чувствительности по полиневротическому типу, в первую очередь, болевой, активной, болевой температурной и вибрационной. Вы, кстати, хорошо знаете, что ее снижение вибрационной чувствительности является очень важным фактором, поскольку является грозным преддиктором развития еще одного осложнения, которым является диабетическая стопа. Поэтому на этот вид чувствительности всегда обращается особое внимание при оценке, при диагностике данных пациентов. Кроме того, в данных пациентов также наблюдается другая синтоматика, также в гистальных отделах конечностей, это мотокрозное нарушение, мышечная слабость, снижение репрессов, также могут вегетативные расстройства в гистальных отделах быть, и также развивается атаксия, определенный вид атаксия, который называется сенситивная атаксия, связанная с нарушением глубоких видов чувствительности. Естественно, учитывая драматизм и важность данной формы осложнений, неврологических осложнений, конечно, особо внимания уделяется диагностике, ранней диагностике данной формы. Ну и для этого, в общем, для того, чтобы временно выявлять эту патологию, разработан алгоритм, который включает в себя все этапы, позволяющие нам оценить и субъективную симптоматику, и объективную симптоматику, и также дополнительные методы исследования. И вот в этом алгоритм на особое значение все-таки имеет оценка болевой симптоматики, то есть оценка тех болевых ощущений, которые могут быть и есть у пациента. Но для того, чтобы оценить правильно, оценить ту болевую симптоматику, ее патопизиологическую составляющую и, соответственно, подойти к адекватному лечению, у нас есть определенные эскеринговые шкалы, не достаточно простые, мы уже сегодня говорили, это шкала опроса ДН-4, он заполняется врачом и достаточно четко позволяет дифференцировать нейропатическую боль, а он зацептивно, об этом тоже уже говорили сегодня. И еще один экскеринговый шкала, это ПНД-3, который заполняется пациентом и позволяет также тоже выявить нейропатические составляющие, нейропатический компонент болевого феномена и его оценить по степени выраженности. Ну, уже сегодня говорили о патопизиологической основе любого болевого феномена. Так вот, болевая форма диабетической боли нейропатии, это классический пример нейропатической боли, которая возникает в средстве непосредственного повреждения периферических нервов и формирование болевого феномена играет роль, в первую очередь, наличие очага-эктофической импульсации в зоне повреждения, и поток экологических импульсов очень быстро достигает, ее послужно-эктосенсорная система достигает задних врагов, поднимается выше. По ходу движения задних врагов в области таламуса поток импульсов провоцирует формирование очагов гиперактивного возбуждения, которые, естественно, усиливают, к сожалению, поток импульсации и усиливают ощущение боли и способствуют его закреплению. Кроме того, в этих условиях также наблюдается истощение нашей с вами защитной динозоцентральной системы, это приводит к торможению нисходящей модуляции, что является еще одним дополнительным моментом, который усугубляет болевое восприятие и его, в общем-то, закрепляет. Таким образом, все-таки формирование геометической боли при геометической боли наработе играет вот эти три основных момента – это экологическая импульсация, центральная сенсибилизация от формирования геометических очагов и торможение нисходящей модуляции. Ну и теперь, в общем-то, говоря о лечении, нужно сказать, что учитывая и сложность патогенеза, и, в общем, комплексность той патогенезиологической основы болевого феномена при геометической атомной аропатии, который развивается, и основные принципы лечения тоже будут новокомпонентны. Ну и, конечно, первое, что мы должны обязательно делать, что основная красная имя, если хотите, золотой стандарт лечения – это, конечно, экологическая терапия, компенсация сахарного диабета. Далее у нас идет патогенетическая терапия, обязательно направленная на восстановление, на какие патогенетические аспекты, которые лежат в основе формирования геометической на определенном этапе дискутировали, можно ли с жестким глюкозоконтролем решить все вопросы по отношению периферических нервов и формирования диабетической боли на аропатии. Это исследование, которое было проведено, которое четко показало, что оптимальный глюкозоконтроль – это очень важный первый шаг в профилактике формирования всех осложнений, в том числе и боли на аропатии. Но, к сожалению, у 40% пациентов одним глюкозоконтролем все проблемы неврологических осложнений, в том числе и боли на аропатии, к сожалению, добиться не удается. Отсюда, естественно, особое значение приобретает разработка схем, в том числе и симптоматического лечения, на основе геоподокзиологической основы формирования болевого феномена, которые развиваются в больных с боли на аропатическим синдромом, на фоне сахарного диабета. Были проведены достаточно большое количество исследований для того, чтобы оценить, какой препарат наиболее эффективен, какой менее эффективен и какие препараты могут называться синдроматические, могут входить в группу синдроматического лечения, какие, в общем, не могут, сущность вероятность продолжаться синдроматической терапии. И вот на сегодняшний день, из всех, как бы, по итогам всех исследований, которые были проведены, были выбраны и два препарата, которые действительно на фоне клинических исследований заказали свою специфическую эффективность при лечении именно диабетической болевой полинаэропатии. Это препараты прыгаболин-лилика и туроксатин-сембалта. Ну, туроксатин, насколько я знаю, у нас на рынке пока нет в Украине, но, слава Богу, вот препарат лилика есть. Ну, а вот это рекомендации, которые имеются на сегодняшний день по введению пациентов с болевой формой диабетической боли нейропатии. Это рекомендация Национального института здоровья Великобритании. Первая линия – это использование прыгаболина, туроксатина и леометрептилина. Ну, в монотерапии так рекомендуют. Вторая линия терапии – это либо смена препарата первой линии, либо сочетание этих препаратов. И третья линия – это добавление к данному комплексу препаратов первой линии, ну, к данному препарату Трамадолу. Еще одни рекомендации Американской ассоциации, противополевой Американской пирологической ассоциации. Это вот ссылка на литературу, откуда она зовут. Вот смотрите, я попыталась, как можно, более доступно перевести вот эти рекомендации. Для лечения болевой формы диабетической боли, где рекомендовано использовать фрегаболина, уровень доказательности А. А далее ведут целая группа препаратов, как и вопентин, вальпроднат, репетерин, лококсин, долоксатин. Но смотрите, вот так, как бы, следует рассматривать. И уровень доказательности стоит Б. Ну, вот такие рекомендации. Итак, фрегаболин. Это препарат выбран на сегодняшний день для лечения пациента с болевой формой диабетической боли наэропатии. Причем терапия наэропатическое боли – это зарегистрированное показанием данного препарата, который утвержден на FDA. На основе чего такое утверждение возникло? На основе метаанализа, который был проведен по тем клиническим исследованиям, в которых была доказана эффективность препарата. Ну, тут приведено 7 исследований, из них 6 исследований – это больные с диабетической боли наэропатии, и одно исследование тоже пациенты с диабетической боли наэропатии, но резистентной к предыдущей терапии. То есть это те пациенты, которые проходили другой вариант терапии, который оказался неэффективной, и вот у этих пациентов использовалась эффективность препарата Брегаболин. Ну, об этом тоже уже говорили, что центральная сенсибилизация является одним из факторов патодизиологической основы. Формирование болевого феномена у пациентов с диабетической болевой поли наэропатии. Поэтому, естественно, нивелирование вот этой центральной сенсибилизации – это один из четких факторов, который позволит уменьшить интенсивность болевого синдрома и добиться облегчения боли у данных пациентов. Ну и вот препарат Лилика как раз и воздействует на вот эту центральную сенсибилизацию за счет того, что закрывает кальциевые каналы нейроны, моделирует их активность, снижает образ болевых медиаторов и тем самым может способствовать снижению эпицентральной сенсибилизации. Ну и вот это данные исследований, на которых я уже ссылалась, которые показали, что Лилика снижает интенсивность более чем на 60%, эффективно начинает свою эффективность проявлять уже первые 3 дня терапии. Однако для какого-то более стойкого, хорошего эффекта нужен, конечно, более длительный курс, где-то в грани 4 недели. Кроме того, Лилика также способна влиять на состояние коморбитной любому болевому феномену, в том числе и у пациентов с болевой формой диаметической больной апатиты, нарушения сна и уровень тревожности. Также Лилика, еще как бы одно из очень-то таких важных моментов, она, в общем, практически не имеет лекарственных взаимодействий. Я вам позволила себе выделить инсулины, противодиаметические препараты, поскольку, в общем-то, мой доклад посвящен именно пациентам с сахарным диабетом, поэтому именно эти препараты, которые эти пациенты однозначно получают, вот отсутствие лекарственных взаимодействия, вот тоже хорошо, как бы, выделяет данный препарат при использовании у данных пациентов. Но режим дозирования, это режим детравания, об этом уже сегодня тоже говорили. Начинаем со 150 мг в сутки и можем доходить до 600. Тоже мг в сутки в двукратном приемах. Обзор международных рекомендаций, это вот рекомендации, опять же, уже сводные Европейской Федерации, Минологических Обществ и Международных Ассоциаций по изучению боли. Кроме того, вот это различные общества боли, различных стран. И, в общем-то, как бы, уже резюмируя все эти рекомендации, следует сказать, что по данным этих рекомендаций, препарат ВИЛИКа является препаратом выбора, первой для лечения больных с диабетической болевой боли нейропатии. Ну и еще хочу сказать уже в заключении, что те, кто занимается проблемой боли, занимаются проблемой боли у пациентов с сахарным диабетом, хорошо знают, что эта проблема достаточно сложная, достаточно непростая, независимо от того, какие у нас препараты на сегодняшний день есть. Поэтому вот есть такой еще, тоже разработанный с зарубежными авторами, разработан алгоритм введения таких пациентов. Первый шаг – это использование препаратов монотерапии первой линии. Здесь тоже прогаболин, габабетин, это эндосиплический антидепрессант, ну, в общем-то, антидепрессант, и вот сиозный, ну, как вариант, алксетин. Если не помогает монотерапия, в этом случае мы прибегаем к второму шагу, это сочетание препаратов первой линии. Но в таких вариантах, как вам удобно, и какие препараты у вас есть, вот опять же, руководствуясь препаратами первой линии. В случае, если и это, как бы, шаг не приносит должного эффекта, тогда мы можем вот к данной комбинации добавлять уже пиоидные антидептики. Ну и выводы. Болевая диабетическая боль на работе – это действительно значимое, это совершенно драматичное клиническое осложнение сахарного диабета и для пациентов, и для врачей, которые работают с данными пациентами. Боль при диабетической боль на работе – это чистая нейропатическая боль, поэтому и лечить ее нужно как нейропатическую боль. Ну и тут клинически она проявляет сочетание позитивно-негативной симптоматики. Ну и вот согласно тем рекомендациям, на которые я уже ссылалась, и других рекомендаций, про габалин является препаратом первой линии, который рекомендован для оккупирования болевого феномена у пациентов с диабетической болевой формой боли нейропатии. Ну и в заключение мне бы хотелось сказать, что если мы неврологи, эндокринологи, и вот теперь уже и психиатры, и психотерапевты объединим свои усилия для того, чтобы помочь нашим пациентам с болевой формой диабетической боли нейропатии, то мы сможем добиться, чтобы они вот так легко шагали своими ногами абсолютно без боли по жизни и по дороге, по которой они должны идти. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Спасибо.